Всем привет! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Дмитрий и вы на канале Fogacline. Поздравляю всех с наступающим, если вы уже смотрите в следующем году, 2024, уже 2024. То с Новым Годом вас, с прошедшим. И да, желаю всем всего хорошего. Сейчас не судите строго, атмосфера немного другая, качество у видео немного другое, но, как есть, лучше такое, чем никакое. Звук, конечно же, такой же хороший. Выпускал недавно видео, что находился в каком-то городке. И все, о нем видео и будет. Это не секрет. Город Санкт-Петербург. Инфраструктура. Давайте поговорим о инфраструктуре Санкт-Петербурга. Как эстонец, как эстонский, эстона, гражданин, гражданин Эстонии, я честно вам скажу, мне очень сильно симпатизировал Питер. Я туда поехал не один. Честно сказать, нам Питер очень понравился. Питер можно описать одним словом. Европеризированный. Короче, очень много влияния Евросоюза. Сказать, что это плохо? Не могу. Дома постсоветские. Все высокое по сравнению с Эстонией, Сталином. Сразу ощущается, вот ты находишься прямо в городе, когда мы приехали обратно. Ощущалось, как будто мы в деревню приехали, в Таллине. А тут вот совсем по-другому. Тут ты находишься среди больших зданий. Ты такой, вау, подсветка на зданиях тоже очень классно. Какие-то там тоже улицы, переулки какие-то интересные. Заброшки тоже всякие разные. Короче, романтика, романтика, еще раз романтика была у нас в Питере. Торговые центры, ну, про них я ничего не могу сказать. Торговые центры, как торговые центры. Парки. Парков очень почему-то мало. Если вы знаете какие-нибудь крутые парки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я там прогулял в каких-то... Ну, знаете, в Maps.me вбил там такой Питер. И что у меня там было? Вот какой-то зеленый участок земли есть. Туда пошел, а там забор огромный. Вокруг этого всего огромного участка. Я такой, ну, ничего себе. И как-то, да? И как дальше? Как дальше-то? Что? Как? Как? Где парки? Ну, в итоге выбрался я в какой-то там парк. Было все интересно более-менее. Ну, как-то скучно. Метро. Метро было вообще замечательно. Такое очень схожее с Москвой. В Москве когда-то я был, когда мне было 9 лет. А это, я вам скажу... Если мне 27... 9... 18 лет назад. Вау! Время летит. Метро было очень схожее с московским метро. Питерское. Похоже на метро, которое в Москве. Прикольно. Запах прикольный в метро. Тоже такой идешь, такой... И там... Тут-дун-дудун, тут-дудун, 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 тут-дудун. Вот это все такое. Прикольно. По Неве проходился. Очень, очень мило. Там лодочки всякие были. Понравилось. Цены. О, цена, о, цена. А цены могут кусаться. А могут они и не кусаться. Зависит, где ты живешь. Какая зарплата у тебя. Тра-та-та. На 260 евро на 4 дня, приехавший в Питер. И Питер это, я считаю, как вторая столица России. Честно скажу, можно было пошиковать. То есть можно было целую корзину купить на 11 евросов. Это, позвольте мне сказать, 11 тысяч рублей где-то. На 11 тысяч там я еще и купил там еды, молочка, мясо, овощи, крупы. Все очень дешево. То есть очень, очень дешево. То есть если для европейца приехать там в Россию, пошиковать. Ну, не богатому, а такого, низшему, среднему классу. Честно скажу, прикольно. Как турист в Питере быть очень прикольно. Нам очень понравилось. Поскольку все необходимое для жизни очень дешево стоит. Косметика тоже более-менее дешево стоит. Одежда такая же, как и в Европе. Я имею в виду по стоимости. Одежда стоит, скажем, футболка 2000 рублей. Ну, как и у нас 20 евро. Тут уже как-то так себе. Когда кусок тряпки стоит дороже, чем еда. Ну, слава богу, что не наоборот. Отель. Забронировали на островок.ру. Четыре дня, четыре-пять дня. Там сколько? 110 евро. 110 евро за четыре ночи и завтрак включен. Это не какое-то обшарпанное место. Это очень такое даже приятное, приятное. Такой с евростандартом такой вот отель. Короче, понравилось. Очень понравилось. Было прикольно и недорого. Всем советую, если границы вновь будут открыты, тем советую съездить. Или если вы живете в России, то, конечно же, Art Studio отель называется. Обязательно посетите это место. Крутое. Кафешки. В кафешках тоже булочки. Все дешево. Все дешево из еды. Все дешево. Поверьте мне. Все, что импортное, все дорогое. Все, что свое, дешевое. Советую. Свое есть. И, как бы, я честно скажу, я пробовал местный хлеб. Хинкали покупал, который там на развес в магазинах. Не отравился. Но вкусно все было. Хорошо приготовил. Стейки в России у вас очень классно. Вот так вот в упаковке купить. И говорю, недорого. Еда вообще шикарна. На 11 тысяч рублей. Вот так вот. У нас, если сравнить с Эстонией, 50 евро или даже 80, мы бюджет делаем 80 евро на двоих. И 80 евро, там, за 50 можно корзину набрать. Это 50 тысяч рублей. Не, не, не. Подождите. 1100. О, а так у нас 5 тысяч. Да, 5 тысяч. 5 тысяч рублей. Это вот как корзину набрать полную. Пропаганда. Очень много у нас в эстонской медиа говорилось о том, что вот там куча пропаганды, кучу вот этих Z-буковок. Но этого всего я ничего не видел в Питере. Единственное, что я видел, это постеры призывом. То есть, иди, служи своей стране. Там, страна тебя не оставит тоже. Квартирку за 2 миллиона может дать. Но за 2 миллиона, это, конечно же, за 2 миллиона рублей. Это не самая такая нормальная квартира будет. Как-то так-сяк. Вот, но мне кажется, если там докопить, то будет вообще ништяк квартира. Но, да, предлагают за 2 миллиона квартиру и еще нормальную зарплату. Это ничем не отличается, как и у нас в Эстонии. У нас в Эстонии также призывают ребят молодых не то, что служить, но и также идти работать в военную службу. И то же самое. Ничем не отличается, как бы. У нас тоже рекламы идут. Иди, как бы, работай на свою страну и получай всякие бонусы тоже от государства. Ну и тому прочее. Все то же самое. Все то же самое. Ничего я не заметил из пропаганды, которые в России на данный момент были. Люди. Э, люди. Э, люди. Какие же вы прекрасные. Что по поводу людей я могу рассказать? Мы наткнулись и на прикольных людей. И на так-сяк людей. И потом, что еще? И на очень добрых людей. Короче, были и попрошайки. Таджикской национальности. Не скажу, что человек плохой. Да, но, конечно же, наседает он. И вправду, вот, когда... Я человеку дал, обратил внимание. Человек подходит ко мне и начинает, типа, эй, там, дай, там, денег на билет. Я такой ему даю. На 100 рублей. И он такой, эээ, я на этой деньги ничего не куплю. Я такой, ну, блин, ну, сходи еще в других спроси. Как бы, я тоже не банкомат. Ему надо было 2 тысячи рублей. Я ему сказал сразу открыто, ничего, я тебе больше не дам. Ты можешь идти поработать, подработать где-нибудь, если тебе так надо. Тебе стопудово кто-то даст подработку. Особенно у своих товарищей тоже. Тебя никто не оставит один. Если пойдешь и постучишься, то кто-нибудь откроет дверь. Как бы вот такой парнишка был. Потом также мы сходили в Wood Rock Bar в Питере. Очень прикольное место. Живая музыка. Ну, и живой я могу только сказать, такой панковский, панковская атмосфера. Ребята очень добрые. Первый шаг, который мы сделали в этот бар, сразу нас поприветствовали. О, привет, там Петя, Пашка, его звали, или Денис. Денис, Петя или Пашка звали парня, который вы тоже сейчас на видео видите с гитарой. Сразу пригласил сесть рядом. Сидели, общались, очень добрые. Независимо от того, что мы там сказали, что мы из Европы, мы из Эстонии. Ребята такие добрые и общительные. В барах там тоже недорого пивасик, где-то около 600 рублей за два бокала. И я к тому же еще и поиграл там на кахуне. Было весело. По дороге постречался нам человек из Белоруссии, который шел на автовокзал. Тоже очень такой интересный, добрый парень был. И ничего плохого не скажешь. Ребята все вот такие, ну просто, муа, добрые, добрые. Приколы. Ставьте плюсик в комментариях, если у вас в городе то же самое происходит. Но, ребята из Питера, если вы смотрите, это нормально, что везде, куда бы вы ни пошли, еду разогревают в микроволновке. Даже если вы идете там куда-нибудь есть, там в какую-нибудь забегаловку. Потому что у нас это как будто что-то такое обыденное. Везде в микроволновке завтрак разогревали в микроволновке. Идем там в кафешку, кроссауну разогрели в микроволновке. Там идем в забегаловку, картошку разогрели в микроволновке. Вот это что-то было интересное. Такое заметить. И мы смеялись тоже вот над тем, что в микроволновке или не в микроволновке. Там услышим вот это. Пчинг, закроет там. Пип-пип-пип. Будет или не будет. Такое наблюдение интересное было. Время провождения. Поскольку мы болели, мы так часто ошибкой-то и не выходили никуда гулять. Мы там три дня точно валялись в кровати с насморком, лечились. По выздоровлению на третий день мы пошли прогулялись. И на пятницу мы пошли там вудрок-бар. Сходили, было замечательно. Там еще в какой-то бар сходили. Было прикольно. Обслуживание вообще шикарно. Все понравилось. Честно сказать, все понравилось. По поводу, вот я еще расскажу. Если гулять по Питеру, Питер огроменный. В каких-то местах чувствуешь себя как в колонии муравьев. Что все идет определенным ходом. И все идут как-то в линеечку. Если остановишься, то тебя затоптают. А в некоторых местах и вообще людей нет. Это вот такие контрасты были заметны. Видно было, как какие-то пьяные приставали каким-то молодежи. И там сразу молодежь дала дрозда этим пьяным. Короче, Питер, он прекрасен своей культурой, с собой. Вот это все. Хочется опять приехать туда. Посоветовал бы я ехать в Питер. Конечно же, несмотря на то, что происходит в мире, конечно же, советую посетить Питер. Питер вообще превосходное такое место, куда советовал бы каждому съездить. Если вы никогда там не были. Но с учетом того, как ситуация с границами. Как туристу съездить за 300 евро спокойно. То есть сотню на отель и 260 вполне хватает, чтобы вот пойти и вот так вот пожить на 4 дня. Вот. А теперь давайте подведем итоги нашего видеоканала. За этот год быстренько обновлю, что да как в жизни происходит. Обручен я. Вот. У меня невеста. Ааа, прекрасная. Вот. Вот. Да. Да. Чё? Ещё? Качаюсь, как обычно. СДВГ. Ребята, сразу вам скажу, что это вымышленная болезнь. Её не существует. Это всё у вас в голове. И из этого можно легко выйти. Просто смотрите мои видосы. Я буду вам рассказывать все секреты, как выйти из вот этого состояния ада, в котором вы находите в данный момент. Не все, не все, не все, не все. Но многие так живут. И им нравится. И поэтому они ничего не меняют. Те, которым не нравятся, они будут замечать, в чём прикол. И в итоге в какой-то момент выйдут. Я сейчас без таблеток. И вообще шикарно себя чувствую. На двух работах работаю охранником. Сдал экзамен по охраннику. Молодёжная работа. Всё. 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 Всё хорошо. Что ещё сказать? Все болезни, спеатрические, вот эти все, психологические, вымышленные болезни. Какой-то ярлык, который люди начали клеить на друг друга. И очень много людей говорят о каких-то депрессивных вещах, подводят к тому, что и ты никогда не выйдешь из своей депрессии. Много хейта могу за это получить, но оно так и есть. Всё могу сказать. Живу я с Богом. Христос меня спас. Итоги подведём нашего канала. Его можете увидеть сейчас вот здесь. У меня тут некоторые технические проблемы, почему я не могу вам это всё вслух сказать. Но вот, вот так вот можно увидеть. Вот такой у нас год был. Вот столько видео я сделал за этот год, включая это видео, которое вы смотрите. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, будьте здоровы. И увидимся в следующем году. Если ты уже в этом следующем 2024 смотришь, то тогда в этом же году и мы увидимся. С наступающим вас. Много не пейте. Любите своего соседа. Всем всего хорошего желаю. Пока-пока. Мы застряли в Питере. Мы пропустили наш автобус. Amazing. Пропустили последнюю поездку. Пришли не на тот вокзал. И сейчас у нас нету ни денег. Телефоны разрядятся. Интернета нету. Мы не знаем, куда деваться. Созвонились с компанией, фирмой Lux Express. Перенесли билеты на следующий день. Что еще? Сейчас. Сейчас идем обратно в тот отель, где мы жили. А как мы заплатим, я не знаю. Виза и мастер-карт нельзя.